МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еженедельное совещание у главы муниципального образования. Одна просьба и тоже ровно. Участие в субботнике, оно не обязательно, но желательно. Совет руководителей подвел итоги месячника по уборке города. Департамент Смоленской области по здравоохранению требует цифру вакцинированных против гриппа где-то в размере 30% от численности населения. Вакцинация против гриппа проходит в городе успешно. Это мероприятие у нас ежегодное, традиционное. Первоклассников детской музыкальной школы посвятили в юные музыканты. А сейчас об этих и других событиях подробнее. На плановом оперативном совещании глава Десногорска Вячеслав Сидунков подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Главным событием этой недели станет завершение экологического месячника и проведение общегородского субботника. От лица администрации я хотел бы поблагодарить все предприятия, которые нашли возможность и приняли участие в данном месячнике. Значит, погода у нас такая получилась переменная, убирали листья, тяжесть наносила. Но всё-таки я хочу сказать, что достаточно неплохо справились. И надеюсь, что субботником мы всё это завершим. Специалисты администрации продолжают работу по формированию проекта бюджета на 2017 год и последующие периоды. Комитет по имущественным и земельным отношениям 11 ноября проводит аукцион на право заключения договоров аренды нежилого фонда по трём лотам. Заявки принимаются ещё до 8 ноября. Ожидаем вся информация на сайте, в комитете можно обращаться. В школах города идёт последняя неделя первой учебной четверти. С 31 октября объявлены осенние каникулы. Новый закон о садоводах рассмотрели смоленские депутаты на заседании Комитета по имущественным и земельным отношениям. В нём планируется исключить неиспользуемое в жилищном законодательстве понятие «жилое строение», заменив его на понятие «садовый дом». С установлением правового регулирования его статуса в отличие от садоводческих товариществ. На огородных земельных участках граждане, как предполагается, будут вправе размещать только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами капитального строительства. Соответственно, регистрация по месту жительства в огороднических товариществах будет невозможна. И ещё об одном интересном нововведении, которое внесено защитниками животных. Региональные парламентарии рассмотрели законопроект о запрете прямого физического контакта с животными при натаскивании охотничьих собак. Предлагается исключить непосредственное взаимодействие охотничьих животных и объектов животного мира, используемых для притравки и натаскивания. Теперь при занятиях с питомцами необходимо будет использовать защитное стекло или сетку. На повестке дня совещания руководителей предприятий было три вопроса, что обсуждали на очередном собрании в нашем следующем сюжете. Дважды в год, весной и осенью, совместными усилиями десногорцы приводят в порядок любимый город. Эти мероприятия стали уже традиционными, и все организации и жители города активно принимают в них участие. 25 октября совещание руководителей предприятий и организаций было посвящено подведению итогов осеннего месячника по уборке города. Первым доклад прочитал глава муниципального образования Вячеслав Седунков. В своей наглядной презентации Вячеслав Владимирович отразил, какой объем работ был выполнен и на каких участках города трудились работники организаций и предприятий. Подводя итог, он сказал, что территория города очищена от листвы, песка и мусора. Все организации выполнили поставленные задачи. Планируем до тысячи человек суммарно принять участие. В субботник мы традиционно убираем уже в основном городские дороги. То есть, если в течение месячника мы на городских территориях, парках и дворах, дорожках были задействованы, то во время городского субботника встаем на дороге. Директор атомной станции Павел Лубенский в своем докладе отразил, сколько работников станции приняли участие в месячнике по уборке города, сколько было задействовано техники и какой объем работ был выполнен. В завершении своего выступления Павел Алексеевич отметил, что по традиции месячник по уборке завершается общегородским субботником и призвал всех десногорцев активно принять в нем участие. В связи с погодными условиями общегородской субботник с 28 октября переносится на 3 ноября, а времени проведения мероприятий будет сообщено дополнительно. Сотрудники отдела по работе с детьми и подростками городского центра досуга 24 октября в средней школе номер 4 провели нравственно-этическую беседу «Не нужен клад, кладку или в доме ЛАД» с учениками третьих классов. Ребята отвечали на вопросы, разгадывали загадки, участвовали в интеллектуальных конкурсах и викторинах. В области продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа. Вакцинация против гриппа введена в национальный календарь профилактических прививок и бесплатно проводится детям с 6-месячного возраста. В том числе детям, посещающим детские учреждения, школы, работникам медицинских и образовательных учреждений, взрослым старше 60 лет, студентам и работникам сферы обслуживания. О том, как проходит вакцинация в Десногорске, в нашем следующем сюжете. Прививочная кампания в городе началась с 10 октября, и уже за этот период привито 3076 человек. В основном это работники медицины, образования, культуры и социальной сферы, а также дети дошкольного и школьного возраста. Активное участие в прививочной кампании принимают ежегодные сотрудники нескольких предприятий Десногорска. Это Смоленская атомная станция и полимерные заводы. Все они прививаются за счет работодателя. Ежегодно вакцина поступает новая. Какими препаратами прививают десногорцев в этом году, нам рассказали сотрудники медико-санитарной части нашего города. Заявку у нас принимает наш головной центр санэпиднадзора в Москве, под ведомственной ФМБА. И дальше заявка передается, публикуется нами на сайте Минздрава, который проводит закупку. Почему я об этом начал говорить? Потому что в соответствии с 44-м федеральным законом все закупки проводятся на конкурсной основе. По этой причине, конечно же, вакцины не самые дорогие. Взрослых мы прививаем вакцины против гриппа, которые называются Гриппол. Детская вакцина называется Гриппол+. И есть еще вакцина Ультрикс в этом году пришла. Тоже применяется для вакцинации против гриппа детей. Все вакцины зарегистрированы в установленном порядке. Безопасные содержат актуальные штаммы вируса гриппа, которые, по предположениям, будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне. Компания по иммунизации населения продолжается. Роспотребнадзор прогнозирует начало эпидемического подъема заболеваемости гриппом на январь 2017 года. Так что есть еще время, чтобы обдуманно подойти к вопросу профилактики гриппа и своевременно привить себя и своих детей. Для выработки иммунитета необходимо 8-12 дней. Защитный эффект от вакцинации сохраняется до 12 месяцев. Привитый человек либо вовсе не болеет гриппом, либо болеет легко, без осложнений. А сейчас блок криминальных новостей. В Смоленске полицейские задержали подозреваемого в сбыте запрещенных сильнодействующих веществ, чаще всего используемых спортсменами для максимально быстрого набора мышечной массы. Полицейские изъяли 32 пакета из почтового отделения и курьерской службы, в которых находились около 10 тысяч таблеток и более тысячи флаконов различных анаболических стероидов. Общая масса препаратов составила больше 2 килограммов. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы. В Рославле возбуждено уголовное дело в отношении женщины, вовлекшей сына в попрошайничество. Подозреваемая занималась попрошайничеством возле церкви вместе со своим шестилетним сыном. Инспекторы по правам детей установили местонахождение женщины и доставили ее в отделение полиции. За вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Подведены итоги профилактического мероприятия «Пешеход», которое проходило в области с 17 по 23 октября. В ходе проверок выявлено 1210 нарушений правил дорожного движения. За невыполнение требований уступить дорогу пешеходам наказаны 194 водителя. Нарушение правил дорожного движения пешеходами выявлено в 696 случаях. За неиспользование светоотражающих элементов оштрафовано 73 человека. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов, особенно водителям не забывать снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают. Пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы сообщает, что за прошедшую неделю в Смоленской области с 19 по 26 октября оптово-отпускные цены на 95-й бензин от Роснефти подросли на 1,1%. Стоимость других видов топлива не изменилась. Первоклассники музыкальной школы с родителями, бабушками и дедушками собрались в зале, где состоялась торжественная церемония посвящения в юные музыканты и юные хореографы. Как она прошла, расскажем в нашем следующем сюжете. Через два месяца обучения, когда дети немного окунулись в жизнь школы, влились в музыкальную семью, стали понимать, как работать, как общаться и как выстраивать свой день, и проходит это ежегодное традиционное мероприятие. В этом году в дружную семью музыкальной школы влились более 70 первоклассников, которые обучаются на шести отделениях. Детей каждого отделения поздравили отдельно, вручили им медальки и памятки с правилами поведения. Музыкальная школа – это, прежде всего, воспитание личности. И неважно, станут они музыкантами или нет, но чтобы они стали достойными культурными людьми в нашем обществе. Это основная задача для всех преподавателей. Коллектив детской библиотеки Десногорска также приготовил подарок для первоклассников – сказку с оркестром. Во время литературно-музыкальной встречи со сцены прозвучала сказка современного автора Сергея Горбунова «Зеленое море». Да и первоклассники показали свое мастерство, которое они успели приобрести за два месяца обучения в школе. Дети с достоинством прошли испытания сценой и зрительным залом. Теперь они вправе называться юными музыкантами и юными хореографами. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала одеснадефис.тв.ру. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова